Начинаем разминку. Первая часть. Тяните билетики. На день города Юрий Лужков так сильно разогнал облака, что было видно Бога. А вы верите в Юрия Лужкова? На день города Юрий Лужков так сильно разогнал облака, что было видно Бога. А вы верите в Юрия Лужкова? Теперь в Московской области очень темно. На день города Юрий Лужков так сильно разогнал облака, что было видно Бога. А вы верите в Юрия Лужкова? А у нас шаман так сильно разогнал облака, что из Бурятии было видно Юрия Лужкова. Пожалуйста, Фёдор Двинятин, из трёх выбирай. Правда ли, что в последнее время Россию не только уважают, но и побаиваются? Актуалка. Дим, тебе ли не знать? Разумеется. Итак, правда ли, что в последнее время Россию не только уважают, но и побаиваются? Бояться Россию будут, когда тигрёнок Путина вырастет. Вот тогда будет весело. Тигрёнок. Правда ли, что в последнее время Россию не только уважают, но и побаиваются? Уи. А ещё? По-французски было, Семен Васильевич. Спасибо, Саша. Что бы я без тебя делал? Я бы так нифига и не понял. Ну, разумеется. Спасибо. Серёж, правда ли, что в последнее время Россию не только уважают, но и побаиваются? Я как-то побаиваюсь отвечать на этот вопрос. Хорошо. Это классно. Ой, мои что-то как-то не очень. Ну, твои как-то не очень, не знаю. Может, без тебя? Подойди, может, что-нибудь совместное усиливать? О, ну, давай. Женька, а правда ли, что в последнее время Россию не только уважают, но и побаиваются? Конечно, если президент Франции за Томск играет. Я, Саша. Саша, я ничего не хочу. Ответ замечательный. Я ничего не хочу сказать плохого, но без тебя, видишь, как они... Дальше, пожалуйста, сок. Сок. Традиционно. Опять же наш вопрос. Почему Иван Ургант пропал из рекламы Актимель? Похоже, что это не ваш вопрос. Тем не менее, повтори. А вот мы сейчас и увидим. Почему Иван Ургант пропал из рекламы Актимель? Он заболел. Замечательно. Я чувствую, Саша, это ты сам придумал, без команды. Ещё раз вопрос, Дима. У тебя шоколадки, что ли? Почему Иван Ургант пропал из рекламы Актимель? Не занёс продюсеру шоколадку. Читай, читай. Почему Иван Ургант пропал из рекламы Актимель? Кончился срок годности! Шоколадку передай, товарищи. Дима, передай шоколадку. Подкорми команду. Ну что могу Томску предложить? Один вопрос или одна шоколадка? Вот у меня... Кто можешь забрать? Очень интересный вопрос. Что будет, если Александр Васильевич перед игрой застрянет в пробке? Шоколадку верни. Читай ответ. Вопрос. А всего-то шоколадка, да? Читай вопрос. Что будет, если Александр Васильевич перед игрой застрянет в пробке? Будет самая смешная пробка в Москве. Ты мне льстишь. Что будет, если Александр Васильевич перед игрой застрянет в пробке? Незамедимых людей не бывает. Поэтому КВН перенесут в пробку. Оценил. Так, дальше. Что будет, что будет, если Александр Васильевич перед игрой застрянет в пробке? Ну, видимо, придется дать гаишнику шоколадку. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё есть желающие? Хорошо. Всё с первой частью этого, этой разминки. Теперь с потолка. Прошу. Все ли традиции объединяют народы? Вот мудрёный вопрос. Повторяй, пожалуйста. Все ли традиции объединяют народы? Вот раньше была традиция, русские приходили к берёзке, обнимали её и плакали. А сейчас они приходят к тополю, обнимают его и хихикают. АПЛОДИСМЕНТЫ Но ещё раз, по-моему, свои. Все ли традиции объединяют народы? Вот, например, я не понимаю, почему в Бурятии дети приходят на 1 сентября без цветов? Потому что мы не смешиваем учёбу и личную жизнь. Всё. Дальше. Вопрос Фёдор Адвинятин. Что за бумажка? Своя? Своё, своё. Своё личное. Итак, может ли космонавт перепутать тюбики и почистить зубы котлетой по-киевски? АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю такого космонавта. Терпи, Саша, 30 секунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это окончились 30 секунд. АПЛОДИСМЕНТЫ И в принудительном порядке... Стопор! АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу, повторяй вопрос. Кто-нибудь отзовётся? Дим, может ли космонавт перепутать тюбики и почистить зубы котлетой по-киевски? Находчивые космонавты переносят в тюбиках женщин? АПЛОДИСМЕНТЫ Рациональное зерно есть. Так, ещё своё. Ну, может ли космонавт перепутать тюбики и почистить зубы котлетой по-киевски? Вы не представляете, сколько ещё интересного в мире пищи. На празднике урожая была случайно законсервирована девочка, одетая в костюм кукурузы. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий вопрос. Прошу, Сок. Значит, у меня вопрос история. История. Переехал я, значит, в Москву. Шикарный дом. Пришлось продать, чтобы комнату в коммуналке снять. Вот. Сижу, вдруг звонок вызывают в Кремль. Ну, пиццу заказали, я и побежал. Вот. Иду по Кремлю, а навстречу мне, собственно, как и всем россиянам, идёт Владимир Владимирович Путин. И говорит, Димка, чего ты такой грустный? Вот, уважаемые команды, скажите, почему Димка такой грустный? А Владимир Владимирович, ты зачем впутал в эту историю? Так как, кто шёл навстречу, я того и впутал. Понятно. Ещё одна попытка Томска. А Владимир Владимирович меня и спрашивает, Димка, ты почему такой грустный? Вы, извините, какого Димку имейте в виду? Ну. Ну, я отвечу. Ответь. Да. Значит, говорит мне Владимир Владимирович, Димка, ты почему такой грустный? А я отвечаю, Владимир Владимирович, мне аж письмо из налоговой пришло. Друг милый, кто ответит за разбазаривание госбюджета? Ну, не мне письмо, ошиблись адресом, я отвечать не стал. А потом думаю, господи, как хорошо не отвечать за разбазаривание госбюджета? Ну, и последний вопрос в этой разминке. В одной черной-черной стране с ее черными-черными планами возможно будет черный-черный президент. Скажите, а что вы увидели в картине Малевича «Черный квадрат»? Андрей, вопрос. А что вы нашли в картине Малевича «Черный квадрат»? Нефть. Спасибо, команды. Как я говорил на первом полуфинале, с Богом. Идите. Так, ну что, уважаемые жюри, хочу, чтобы вы попробовали все-таки оценить оба эпизода разминки. В принципе, максимум 6 баллов. Я не уверен, правда, что понадобится кому-то из вас эта цифра. Хотя, как знать, у каждого свой взгляд. Разминка. Федор Двинятий. 5-5-5-5-4. Разминка. Сок Самара. 4-5-4-4-3. Разминка. Команда Квен Байкал. 4-5-4-4-4. И разминка Томск. 5-5-4-4-3. Спасибо, жюри. Теперь средние баллы за разминку и сумма за два конкурса. Прошу. Средние баллы за разминку. Федор Двинятин. 4,8 балла. Сок 4 балла ровно. Байкал 4,2 балла. Максимум 4,2 балла.